красивая надпись двор на новинском и правда кажется где-то близко это раньше был детский садик и вот это вот дверь с этим крыльцом витиеватом это было детский садик а теперь здесь располагается дирекция по эксплуатации зданий инженерных сооружений коммуникации ну очевидно при правительстве москвы вот все здесь покрыто неправды и кажется что вот детский садик вот он цветет в обрамлении дорогущих машин большинство ну ладно не важно но нет это еще одно свидетельство геноцида если даже в богатейший процветающие москве детские сады закрывают несмотря на заверение мэра на печатные вечерние москве что число детских садов растет то речь идет безусловно о геноциде что же друзья и сегодня ну вот и не сегодня вот в общем глава foreign office великобритании доминик раб подписал санкции в числе в отношении ряда граждан ряда государств таких как саудовская аравия к ндр страшная северная корея и российской федерации в список российской федерации попало 25 человек ну начиная безусловно с главы следственного комитета рф александра бастрыкина 4 судьи таганского суда попали господи мне просто не хочется в этом ролике всех перечислять и сейчас мы вернемся к этой теме потому что для меня конечно куда более важные события это день рождения моего младшего сынули вот какие они клумбы насадили ну красивые пускай вот и поздравляю тебя сынок с днем рождения сегодня устину исполняется четыре года к сожалению виделся с ним всего несколько раз вот потому что так его мама ко мне очень недобро настроена и наполнена таким чувством мести ко мне что она заставляла к примеру меня год класть деньги в почтовый ящик это были те самые деньги что мне платил в качестве компенсации человек сбивший меня я был со свежей дырой в голове на 6 костей своды основания черепа ничего не соображал вообще и скакал между небом и землей вот и мама к сожалению поступила плохо заставляла кидать в почтовый ящик чтобы обмене мараться а потом спустя годы когда я не взял с ним ни одной расписки и подтверждение что я дал деньги она подала в суд дескать я не плачу алименты вообще бросил их на производство бы нету стенушка это не так я этого не делал я своих не бросаю чтобы там не было и чтобы тебе впоследствии не говорили и я тебя очень люблю желаю тебе крепкого здоровья вот занимайся физкультурой и спортом будь добрым всегда и помогай людям вот и думай о себе вот живи с достоинством а главное самое главное читай побольше книг прямо на бумаге бери книги и читай сынок читай 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 это тебе очень поможет развиться куда лучше любого университета и так далее а почему потому что в любом университете в конечном итоге люди тоже просто читают определенные списки книг вот да к сожалению сейчас огромное количество семей в россии распалась и распадается и число разводов как минимум не уступает числу бракосочетания а то и превосходит их особенно сейчас после этой так называемой пандемии коронавируса когда несколько месяцев люди посидели в заперти тест многие не прошли вот ужасно это потому что конечно мне хотелось бы быть рядом с сыном со своими детьми да у меня вот так вот к сожалению вот так совпало получилось три сына от трех разных женщин это не потому что я плохой или чудовище я забочусь о детях как финансово даю там деньги вот для меня деньги не главное вот они мне нужны чтобы функционировать поддерживать аппаратуру как то и давать деньги детям вот так и жил хожу в рванье кстати но мне это не напрягает заторвание разноцветное вот и я могу танцевать вальсы где только захочу понимаете а вот глава следственного комитета александр бастрыкин заместитель генерального прокурора виктор гринь больше не смогут танцевать вальсы в лондоне если они конечно любили это делать но в они не смогут также как и не смогут танцевать вальсы геннадий карлов которого по делу магнитского следователь следственного комитета начальник какого-то отдела они его не смогут он не сможет прошу прощения вальс танцевать вот знаете но 25 человек и действительно все они так называемые силовики причем такие люди на дорогих машинах и деньги не думаю что там речь идет только о зарплатах мягко говоря да по локоть в крови по локоть в крови это я цитирую высказывание доминика раба министра иностранных дел великобритании те кто по локоть крови больше не смогут танцевать вальсы в этой стране понимаете правильно это по на мой взгляд безусловно потому что они хотя бы не хотят пачкаться впрочем помимо вальсов друзья помимо вальсов эти люди не смогут держать деньги в банках там очевидно речь идет о конфискации и вот это весьма тревожный звоночек потому что большая часть нашей элиты у них у всех руки по локоть в крови и они в большинстве своем имеют отношение к силовым органам и впрочем знаете вот так вот философский вопрос у кого больше руки по локоть в крови у бывшего главы матросской тишины фикрета тагиева или у врача матросской тишины александры гаусс ну потому что как известно в принципе не не применительно к матросской тишине потому что у меня фактов в руках нет но у меня есть факты я твердо знаю что чаще всего пришивают да это общеизвестные факты чаще всего вот часто убитым от побоев от пыток в тюрьмах пришивают острую сердечную недостаточность и по острой сердечной недостаточности у нас там не знаю половина тюрем адских гулагов ских вымерла понимаете вот поэтому я не знаю глава ли матросской тишины или главный врач матросской тишины более являются более страшными палачами и знаете вот главный врач александра гаусс она конечно ну ну безусловно могла бы до участвовать каких-то жутких вещах вы понимаете о чем я говорю выражаюсь я аккуратно потому что в отличие от так от блогера клирик я не убежал в италию а сижу здесь вот но не не убежала не переехал в италию прошу прощения не хотел обидеть ладно некоторые люди большинство людей да блин большинство нормальных людей хочет нормальной жизни вот ну вот как бы блин вальсы в этой стране больше не сможет танцевать 25 человек вот они конечно обеспечивают себе нормальную жизнь здесь и куда больше их пугает потеря денег огромного количества денег не не только лишь этих огромным всю нашу элиту денег которые они выводили в западные страны по большей части сейчас многие из них мечтали бы вывести деньги в китае но юань является не конвертируемой валютой а это пугает вот златишки хранят они деньжишки деньги все пропитаны кровью и страданиями сколько же заморили людей всего эти силовики это выглядит картина как будто бы человек сам себя душит правой рукой вот страна вымирает и мы вымерли уже знаете на треть я полагаю реально части но не не все в могилах а многие вынуждены бежали за границу уехали за границу понимаете вот и я бы конечно тоже хотел нормальной жизни и так далее но я вряд ли до этого доживу или это увижу грохнуто начали но хочу чтобы вы понимали друзья я свою деятельность веду для своих сыновей я хочу чтобы им наследство досталась нормальная страна страна которая будет улучшаться они страна власть в которой захвачена вот теме чьи руки по локоть в крови что ж вот такие дела подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии по мере вашего желания и возможности поддерживайте мой труд устинушка поздравляю с днем рождения вот и желаю всем детям россии счастья и безопасности и любви любви своих близких помогай нам всем бог